МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средба со стороны Баку преследует цель запугать мирное население и держать его в состоянии тревоги в МИД в Восточной Армении. Состоялось первое заседание Совета Арцахской епархии. Вышел след 23-й номер журнала «Вестерн Армения», поддержив государственное телевидение Западной Армении. В соответствии со статьей 76 Национальной Конституции Республики Западной Армении, президент республики имеет 21 день для подписания и опубликования закона принятого Национальным собранием Республики Западной Армении парламентом, принимая во внимание следующие факты-принципы. Статья 1 и 55 Устава Организации Объединенных Наций. Декларация о правах коренных народов. Права армян в Западной Армении. Конституция Республики Западной Армении. Предисловие к пункту 15. Отношения с Республикой Армении в Восточной Армении. Принимая во внимание особое фактическое и правовое положение Армении, Восточной Армении, в период формирования правительства Западной Армении и в настоящее время Национальное собрание Западной Армении принимает следующие законодательные акты. Статья 1. Территория Восточной Армении, Республика Армения, является составной частью территории Западной Армении. Согласно закону 1920 года, Армения фактически была признана 19 января. 11 мая 1920 года была признана де-юре армянским государством. Статья 2. Армянский народ Восточной Армении, Республики Армения, является неотъемлемой частью армянского народа Западной Армении. Поэтому имеет право претендовать на гражданство Западной Армении. Статья 3. Республика Западной Армении де-факто признает правительство армянского народа Восточной Армении, Республика Армения, в результате реализации права на самоопределение. Статья 4. Республика Западная Армения признает автономию, провозглашенную армянским народом в результате реализации его права на самоопределение. Автономная область Восточной Армении, Республика Армения, с 1920 года неотделима от государства Западной Армении, Уважая территориальную целостность Западной Армении с 1920 года. Поправка 6. После утверждения закон будет опубликован в официальном журнале Республика Западная Армения. Президент, члены правительства и депутаты Национального собрания парламента Западной Армении считают принятие этого закона историческим событием для Армении. 6 апреля пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армена Исаакян выступила с речью, представив события прошедшей недели правительства Республики Западной Армении. 1 апреля исполнилась 31 годовщина освобождения Карвачара. В этот день в 1993 году была освобождена одна из важнейших позиций Арцаха Карвачар. Операция по освобождению Карвачара началась 27 марта 1993 года. 1 апреля район был освобожден благодаря бойцам за свободу Арменакко Абрамяну, Овсепу Овсепяну, Володе Аветисяну, Саркису Карапетяну, Миши Тадебасяну, Овсепу Нарсисяну, Вегена Абрамяну и другим. 1 апреля состоялся 8-й совет министров правительства Республики Западной Армении. Заседание вела президент Республики Западной Армении Лития Маркусян. В ходе заседания была обсуждена общая ситуация правительства Западной Армении. Первый президент Республики Западной Армении Арменакко Абрамян представил законопроект, основанный на конституционных положениях Таушской области. Массовые убийства армян по всей территории Западной Армении и героическая битва за Сасун. Кульминацией армянских погромов, организованных осмянскими властями в конце XIX века, стала резня 1894-1896 годов. Первый удар был нанесен Сасуну одной из провинций Бетлицкого, Вилаэта, которая всегда отличалась неизгибаемой волей противостоять турецкому произволу. В августе 1894 года на Сасун двинулась 4-я турецкая армия. Силы были неравны и регулярная турецкая армия одержала победу. Сасун был разрушен. Материалы о восстании в Сасуне доступны на сайте WesternArmenia.tv. Разрушено 40 сел, убито 10 тысяч человек. В сентябре 1895 года начались погромы армян в Константинополе, Тарабзоне, Рызенка, Мараше, Себастье, Карине, Тигранакерте, Баязете, Харберте и прочих местах. Султанские власти пытались организовать массовые убийства и в Зейтуне, но это им не удалось. Местное население заранее предприняло необходимые шаги для оказания сопротивления турецким войскам. Массовые убийства возобновились с новой силой в 1896 году. Новые массовые прогромы произошли в Константинополе, Урфе, Шапин, Гарахи, Сари, Амасе, Муши, Марзане и других регионах империи. Во время резни 1894-1986 годов погибло 300 тысяч армян. Однако потери армян этим не ограничились. В совзавшихся безнадежных условиях около 100 тысяч армян вынужденно стали мусульманами. И примерно столько же армян были вынуждены покинуть свою родину. Средба вооруженных сил Азербайджана в непосредственной близости от сел Восточной Армении преследует цель запугать мирное население, постоянно держать его в состоянии стресса и тревоги. Об этом заявил Офис защитника прав человека Восточной Армении. Отмечается, что 6 апреля в аппарат защитника прав человека поступили тревожные звонки в связи с обстрелами вооруженными силами Азербайджана по населенным пунктам МОФСЕС Ченари Айгепар и Неркин Кармирахпюр Тавужской области. Согласно полученной информации, в результате обстрела, осуществленного вооруженными силами Азербайджана, были повреждены гражданские инфраструктуры, дома, надгробия, гражданская машина. Омбудсмен подчеркивает, эти действия грубо нарушают принципы международного права, представляют реальную угрозу с точки зрения права и безопасности на жизнь гражданского населения, также обеспечения других основных прав. С благословения Верховного Патриарха и Катрикоса всех армян Горегина II в Первопрестольном Святом Ичмядине создан Совет Арцахской епархии во главе с предстоятелями епархии епископом Вартанесом Абрамяном. По сообщению Арцахской епархии, по предложению Вартанеса Сарпазана и согласия Патриарха, был утвержден в состав членов Совета Тер Вартанес епископ Абрамян, предводитель арцахской епархии, Тиар Лерников Анисян, председатель Совета, Тиар Сергей Сафарян, Тиар Овик Алуханян, Мелания Балаян, Армине Алексанян, Тиар Роберт Аветисян, Тиар Альберт Андриан, Тиар Александ Акупян. 4 апреля состоялось первое заседание Епархиального Совета. Встреча прошла онлайн. В ходе встречи были обсуждены вопросы сохранения духовного и культурного наследия Арцаха и армянских могил, работы, направленные на сохранение идентичности Арцаха, вызовы, стоящие перед армянами Арцаха, шаги, направленные на активизацию духовной жизни. 5 апреля проживающие в Армении члены Епархиального Совета встретились с Верховным Патриархом, который дал свое благословение на начало деятельности Совета. Верховный Патриарх дал соответствующие распоряжения, направленные на сохранение и продолжение деятельности Арцахской епархии. Вышел в свет 23 номер журнала «Вестерн Армения». Новый номер посвящен Тавушу и Тавушцам. В 23 номере журнала «Вестерн Армения» можно ознакомиться с книгами, посвященными искорико-культурному наследию Западной Армении, авторы которых представляют состояние армянских памятников и церквей, предпринимаемые шаги на международной арене для их сохранения. Также опубликованы статьи, посвященные восприятию общественного порядка в Западной Армении, в структуре армянской идентичности в мире, действием информационного поддействия. Вашему вниманию представляем статьи, посвященные юбилейным мероприятиям к столетию Параджанова и Азнавура, интервью международника Славика Агабаляна, чьи корни из Арцаха. Агабалян коснулся вопроса Арцаха. Армянскую, английскую и французскую версию журнала в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиа-платформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, Вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok